К нам присоединяется экономист Владислав Жуковский. Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, Александр. Помните, как россияне скупали новостройки в конце прошлого года? Многие ведь считают, что недвижимость это самый надежный актив. Но так ли это? Ну, знаете, это такой атовизм, это старое мышление. Многие люди до сих пор не хотят понять, что мы входим в абсолютно новую реальность. В новую реальность, где меняются абсолютно все инвестиционные активы своими местами, где совершенно непонятно многим, в чем хранить деньги, в чем их сберегать. И действительно, сама недвижимость такого ключевого базового инвестиционного актива превращается постепенно в такой вот уже пассив. То есть рублевая цена актива расти не будет, скорее всего, будет снижаться. Точнее, если она будет даже расти, то медленнее, чем растет инфляция в ближайшие несколько лет из-за падения покупательной способности населения. С другой стороны, этот актив будет дешеветь в перечете на иностранную валюту, на те же самые американские доллары, плюс еще процентную ставку сюда прибавьте, поймете какие чистые убытки. Ну и ко всем прочему, государство, как я понимаю, делает все возможное, чтобы максимально подкрутить финансовый вентиль, максимально перекрыть кислород и сделать недвижимость таким вот неинтересным, непривлекательным активом. То есть мы видим и введение так называемой кадастровой оценки при расчете налога на имущество. То есть автоматические платежи за квартиры вырастут, ну где-то так вот раза в два, в два с половиной. По некоторым объектам, может быть, даже в три раза. И владеть, и держать квартиру, и даже сдавать ее в аренду будет менее рентабельно. Можно ли говорить, что цены на московскую недвижимость – это пузырь, который много лет надувался и вот-вот лопнет? Совершенно верно. То есть нужно понимать, что динамика цен не только российского рубля является производной динамики цен на нефть, в пересчете на американскую валюту в долларах, но и динамика цен на квадратный метр жилья в России, особенно в Москве, это в чистом виде прямая корреляция с тем, сколько стоил баррель североморской смеси Brent, либо юрлса в иностранной валюте. Мы понимаем, что выхода из кризиса не будет ни в следующем году, ни через год. В лучшем случае это будет затяжное болото, в худшем это будет еще более глубокая, сильная рецессия. И недвижимость расти не будет, потому что просто не будет денег у людей, чтобы покупать эту недвижимость. Ваш прогноз. Как будут меняться цены на недвижимость в России и в Москве в ближайшие месяцы и, скажем, в перспективе год-два? Когда прекратится кредит на денежное сжатие и денежная масса будет расширяться, и реально деньги потекут в экономике и будет расширение экономической активности, вот тогда рынок недвижимости начнет оживать уже следом за фондовым рынком. То есть, опять-таки, напомню, что цены на недвижимость полностью коррелируют с динамикой денежной массы. Как только начинает расти денежная масса в экономике, активизируется экономический рост. Сначала растет фондовый рынок, особенно голубые фишки, а потом уже за ним с лагом в 3-4-5 месяцев начинается рост на рынке недвижимости. Поэтому, когда это произойдет, я думаю, в ближайшее время точно не произойдет. Но особенно сильный провал по недвижимости будет где-нибудь, скорее всего, в субъектах федерации, в городах с населением меньше миллиона человек. Там действительно есть тоже избыток предложения недвижимости. При этом уровень жизни падает быстрее, чем он падает, скажем, в столице. А в чем вы посоветуете хранить сбережения? Имеет смысл побыть пока в иностранной валюте. Это либо валютные депозиты, либо евро-долларовые облигации, номинированные в иностранной валюте. То есть, как бы на перспективе полтора-два года, я думаю, что мы еще видим падение рубля минимум на 30-40%, плюс, присплюсуйте сюда процентный доход, и вы получите, что при падении долларовых цен на недвижимость, вы в долларах заработаете, грубо говоря, и получите сумму, там, скажем, на треть больше, чем стоит квадратный метр сегодня в пересчете. Поэтому, как инвестиция, недвижимость перестала быть интересной где-то, я думаю, в ноябре-декабре, ну, в декабре прошлого года. Спасибо, с нами был экономист Владислав Жуковский.